И начнем нашу послеобеденную сессию. Богдан, рельсы, рельсы, Богдан, все как всегда. Встречаю. Всем привет еще раз. Да, сегодня будет такая тема. Редко рейлз и перформанс встречаются вместе. Как два слова. Вот поговорим о том, насколько далеко можно зайти по перформансу в рейлз. Используя рейлз и в рамках рейлз. Я уже очень давно в IT и давно занимаюсь Ruby on Rails. За это время мог поработать с чем угодно. Никогда не пробовал всерьез писать ни на гоны, ни на эликсире, ни на чем другом. Поэтому 8 лет в рейлз – довольно большой срок. Поэтому представляю себе, как это все работает и как это может работать быстро. И активный спикер. Спасибо еще раз организаторам. Люблю очень Ruby Meditation. Несколько моих гемов. Может быть, если вы ими пользовались, можете подойти и спросить. Может, какие-то вопросы есть. Люблю open source. Всем предлагаю тоже сделать что-то свое, либо поделиться и узнать, действительно ли то, что вы делаете, действительно ли это эффективно и подходит другим. Скоуп этой презентации мы поговорим о app server optimization, то есть оптимизации конкретного приложения. Мы не будем говорить об оптимизации фронтенда, оптимизации Nginx или Apache, оптимизации запросов к базе данных. Мы будем говорить от запроса к базе данных до, собственно, выдачи респонса клиенту. До его генерации, я бы так сказал, а не до выдачи. И только технологии совместимые с рейлз. Если можно, при помощи рейлстулс. План примерно такой. Поговорить об оптимизации в общем. Можно ли приложение оптимизировать в общем. Сделать что-то такое, чтобы все сразу стало быстро. И дальше поговорим о специфичной оптимизации. То есть, какие конкретно места можно оптимизировать и как. Специфичная оптимизация, как правило, из двух частей состоит. Вначале нужно определить, какие мы сейчас собираемся оптимизировать и потом как. Поэтому поговорим об этом. Я сейчас работаю в компании Talkable. Это довольно большой уже стартап. 8 лет, много кода. И наш лот, я бы так сказал, это не самый большой лот в мире. 35 тысяч рпм. Но он может быть гораздо больше на текущей инфраструктуре. Поэтому расскажу, какие именно в конце, и каких именно результатов мы добились. Минутка суровой реальности о Rails. Насколько медлены Rails? Сложно просто взять и ответить на этот вопрос. Но я взял несколько базовых бенчмарков. Для начала поговорим, насколько медленный Action Controller и Action Dispatch. Можно говорить долго, но возьмем такой очень простой бенчмарк. Hello World benchmark. Насколько быстро ваше приложение может говорить Hello World? Насколько оно быстро может обрабатывать запрос в стиле Hello World? Который просто генерирует респонс и все, и больше ничего. Из константы строки. Есть такой бенчмарк, источник указан, который говорит о том, насколько быстро, насколько медленный Rails по сравнению с другими вещами. Очевидно, что самое быстрое, что может быть, это Rack на Ruby. И мы уберем его перформанс за 100%. И получаем, что тогда Rails API перформанс будет всего лишь 7% от того, насколько быстро это может делать Rack. Интересно, что Синатра не такая быстрая по сравнению с Rack, как казалось. Она в 3 раза медленнее, чем Rack. В 4, извините. Насколько медленнее на Active Record? Очень много об этом говорили. Возьмем такой простой бенчмарк, попробуем сделать один простой запрос напрямую через connection, даже через гем, который лежит под Active Record Connection, а вдруг там еще Active Record Connection что-то добавляет поверх. И попробуем то же самое сделать через Active Record Base. Результат вот такой. В данном случае прогонялась на одной машине. Получается, что Active Record Base аж в 5 раз медленнее, чем прямой запрос к базе. Сам Active Record Connection почти не добавляет никакого overhead, но тем не менее. Естественно, что если сделать то же самое на другой машине, то есть если база и приложение будут на разных машинах, то разница в производительности будет немного больше. Что это нам показывает, что какой абсолютный теоретический максимум мы можем достичь, если вообще уберем Active Record. То есть наши запросы будут выполняться в 4 раза быстрее. По цене более уродливого API и так далее, отсутствие хорошего API и так далее. Я не уверен, что на всех приложениях будет такая разница аж в 4 раза. Потому что наше приложение довольно затюнингованное, в том числе Active Record. Можете взять бенчмарк и проверить на своем приложении, то есть насколько прямой запрос будет медленнее. И это абсолютный теоретический максимум. То есть ничего не может быть уже быстрее, чем просто сделать запрос напрямую. А ее мы не оптимизируем в скопе данной презентации, поэтому уже ниже просто некуда. Поэтому если мы не будем использовать Active Record, да, мы в теории можем получить в 4 раза увеличение производительности, у нас будет очень плохой API и абсолютно никаких тулов для того, чтобы повторно использовать код. Но, в принципе, экспертная оценка говорит о том, что ее разработка замедлится примерно в 4 раза, а то и больше, если не использовать Active Record. Насколько медленен Action View? Очень сложно ответить на этот вопрос, потому что нет никакого Hello World Example для Action View. И по факту те вещи, которые могут происходить во вьюхах, они довольно могут быть сложными. И перформанс будет зависеть от очень многих вещей. От того, насколько сложен лояут, насколько сложная система паршеров, которые там друг к другу включаются, сколько у нас helper методов. И наличие Active Record внутри вью. То есть мы можем бенчмаркать как бы Action View отдельно, но по факту очень много запросов прямо происходит из тела Action View темплейтов. И поэтому они будут включаться в этот бенчмарк. Скорее всего, их отфильтровать будет довольно тяжело. Поэтому сложно сказать, насколько медленен Action View. Но говорят, что да, довольно медленный, потому что хэперы медленные. И их много. Но хорошая новость про Action View в том, что его можно легко поменять на любую другую технологию. И заменить Action View гораздо проще, чем заменить Action Controller, и чем заменить Active Record и так далее. Часто, когда мы начинаем думать о производительности, возникает сразу такое резкое интуитивное желание. Нас попросили что-то ускорить, и нам приходит в голову что-то подобное. Ну давайте просто возьмем пассажир, либо Unicorn, либо Pomo, либо что-нибудь еще, и наше приложение магическим образом станет быстрее. Обычно с этого все начинается. Но вряд ли, ну, очень важно понять, что мы пытаемся подобными решениями оптимизировать. Если мы меняем Application Server Container, то что станет быстрее? За счет чего? Если мы меняем RDBMS, то же самое. Что от этого станет быстрее? Ruby Interpretaor точно так же. Вот мы плохо понимаем себе, какую конкретную часть приложений мы оптимизируем и насколько. Учитывая то, что подобные замены могут быть либо очень сложными, либо не очень сложными. Ну, это занимает время. Поэтому, когда мы пытаемся оптимизировать приложение в общем, просто в общем сделать детей быстрее, там еще, как правило, бизнес может так задачу поставить, что давайте в общем просто сделаем быстрее. То выглядит это примерно так, что что-то, червячок ползает медленно, да мы хотим, чтобы он ползал быстро. Но при этом тот метод, которым он двигается, никак не меняется. И понятно, что это существо не приспособлено к тому, чтобы двигаться быстро. И так примерно выглядит General Optimization. Да, приложение медленно, мы ничего внутри него не меняем, но будем его как бы подгонять вперед, и оно будет как-то очень быстро пытаться все сделать. Поэтому единственный эффективный способ улучшить произвительность в общем, вот просто в общем для всего, который мы нашли за 8 лет, это эффективная схема данных. Эффективная схема данных будет влиять сразу на все приложение. Если данные хранятся эффективно, значит все контроллеры будут делать свою работу эффективно. Ну, по крайней мере, те, которые читают данные. А таких 95%. Уменьшение операций, выполняемых на Ruby, и SQL-запросы будут проще, если схема данных эффективна. Ну, как бы эта тема, она очень большая, я не буду в деталях на ней останавливаться, потому что она заслуживает такого отдельного доклада, большого, как правильно хранить данные. Ну, просто остановимся на таких golden rules. Нужно оптимизировать данные под чтение, а не под запись. То есть их должно быть в первую очередь удобно читать, а не писать. Business rules define the schema. То есть нужно внимательно слушать, что говорит бизнес, и строить эффективную схему под те процессы, которые он предполагает. Или можно даже переосмысливать эти процессы, предлагать бизнесу те процессы, которые будут способствовать эффективному хранению данных и быстрому выполнению операций. И, как правило, когда вы делаете схему данных для своего приложения, обычно здесь только один путь, который как бы feels right. Он кажется вам правильным. Когда вы его находите, вы говорите, о, да, точно, это оно. Вот именно вот так вот нужно это все хранить. И очень важно делать эффективный дизайн на сейчас, не предполагать какую-то дополнительную сложность в данных, которой сейчас нет. Например, покупка может быть сосуществлена с одним куплен-кодом, а давайте в базе предусмотрим, что у нас может быть много купон-кодов, привязанных к одной покупке. О, круто, мы стали более гибкими, но все-таки не стоит этого делать, лучше оптимизировать на сейчас. То, что выходит за рамки так называемого ну, эффектив датабэйс-скима, это кэш-колумс. Это очень эффективная вещь. Тоже относится к схеме данных. Значит, такой вот пример. Кто-то когда-нибудь, может, делал систему для голосования, где есть polls, options и votes. Они вот находятся вот в такой вот связи. Polls has many options, options has many votes. Вот. И часто в таком случае, ну, эффективно сделать кэш, дополнительную кэш-колонку внутри polls, чтобы она внутри vote, которая бы напрямую связывала vote с poll, чтобы можно было там более эффективно кэшировать, сколько было votes внутри одного poll, сколько было, и валидировать уникальность. Вот, да, эта колонка, она как бы redundant, но она упрощает доступ к данным. То есть, один раз правильно все записали, и теперь вам удобно все читать. Вот. Второй пример, связанный тоже с кэшированием колонок. Такая вот схема данных есть в нашем проекте. Такой chain has many relationals, height has many campaigns, campaign has many offers, offer has many offer shares, offer share has many visitor offers, visitor offer has many referrals, да. И вот, когда нам нужно построить scope, в котором каждый referral вытягивается по сайту, то есть, вытяни мне все referrals данного сайта, мы строим такой вот километровый join для того, чтобы эффективно, для того, чтобы хоть как-то вытянуть принадлежность реферала к сайту. Конечно, тут напрашивается также кэш-колумс. Вот. Если просто закэшировать сайт-ид в referrals, все получается просто. Вот. Вы просто... Запрос становится проще, и это, скажем так, доступно сразу во всех контроллерах. То есть, вы решаете задачу раз и навсегда. Да, вам при записи данных нужно сделать дополнительную операцию, записать в referrals сайт-ид, но, тем не менее, вы можете воспользоваться этим во всех других прочих местах. Вот. Поэтому кэш-колумс – это, ну, такая первая вещь, к которой стоит прибегнуть, если вы хотите оптимизировать производительность. Какие данные можно закэшировать и как. Вот. Вот так вот выглядит одна из таблиц в нашем проекте. Слева вы видите... Слева и справа – это колонки одной и той же таблицы, только слева – это те колонки, которые, собственно, хранят сами данные, а справа – это кэш-колумс из той же таблицы. Вот. То есть, примерно их почти столько же, сколько и основных колонок. Но это позволяет выполнять все операции эффективно, не считать данные на ходу, не писать километровые сервисы, когда эти данные нужно прочитать. Эти данные заранее просчитаны, положены в базу, и можно просто писать запросы в стиле только where и больше ничего. И на робби кода получается гораздо меньше. Без практиса с этим связана, что кэшировать лучше всего только read-only данные. Ну, конечно, можно кэшировать и не read-only данные, но, конечно, тут работа будет намного больше по поддержке. Нужно помнить на всякий случай, что является источником данных, а что является кэшом. Потому что, мало ли, какая-то неконсистентность, неправильная миграция. Вы должны точно понимать, что вот это вот те данные, на которые опираюсь, а все остальное – это некоторые кэш-колумс, которые должны синхронизироваться с основными данными. Вот. И все это не бесплатно. Нужно помнить о дисковом пространстве. Каждая новая колонка занимает место. Если вы уже упираетесь в большие таблицы, у вас много данных, то каждая колонка будет вам чего-то стоить. Например, добавление одной колонки в самую большую нашу таблицу будет занимать примерно 100 гигабайт свободного места. Ну, к примеру. Соответственно, нужно уже думать, стоит оно того или нет. Но оно, как правило, того стоит. Стоит один раз посчитать данные, особенно если они не read-only, и использовать их везде. Это уменьшит очень сильно количество Active Record Base объектов, манипуляций с ними и так далее. Специфичная оптимизация. Если схема данных эффективна, то можно перейти к более специфичным местам. Найти какие-то проблемные куски. Понять, что это за функциональность, как она работает. Понять, что это функциональность стабильна. Я на этом очень подробно осложусь потом, что к специфичной оптимизации стоит переходить только после того, как какая-то функциональность стала стабильной. И это может быть намного лучше и быстрее, чем переход на другую технологию. То есть какая-то специфичная оптимизация именно этого конкретного куска может быть быстрее, чем его переписывание от начала до конца на каком-то другом языке или других технологиях. Как бизнес реагирует на оптимизацию? Это очень такой творческий вопрос. Бизнес может среагировать по-разному в зависимости от того, когда вы предложите это ему. Да, можно сказать либо да, либо нет. На один и тот же вопрос ответ может быть или да, или нет. И это зависит от многих обстоятельств. Во-первых, функциональность желательно, которую вы предлагаете оптимизировать, должна быть стабильной. А она стабильна, как правило, если эта функциональность используется. Если пользователи ей пользуются, то не так-то просто будут ее поменять, потому что на нее кто-то рассчитывает и рассчитывает на то, что она будет работать именно так. Ну и еще интереснее, если на этой функциональности бизнес делает деньги. Вот тогда их реакция на то, что давайте оптимизировать эту функциональность, будет весьма позитивной. До этого, конечно, предложите оптимизацию, особенно специфичную, не общую оптимизацию, которая вообще все ускоряет, а конкретную, ну, бизнес редко соглашается. А после денег все как-то, ну, совершенно меняется формат разговора. Как идентифицировать медленные фрагменты приложения? Ну вот мы для себя создали вот такую вот диаграммку сруппут наших контроллеров по типу экшена. Ну, это что-то, кажется, базовое. Просто сколько конкретно реквеста приходит в тот или иной контроллер. Вот, но не всегда это совпадает с количеством ресурсов, затраченных на выполнение того или иного экшена. То есть картинка, когда мы считаем количество потраченных ресурсов на каждый экшен, она может быть немножко другой. Ну, и я вас призываю все-таки ко второму варианту, замерять, сколько ресурсов было использовано на тот или иной контроллер. Вот, поэтому мы можем думать о производительности, либо в контексте average response time. Если это трогает конечного пользователя, значит, нужно уменьшить average response time. Либо думать о consumed resources. Если мы говорим о том, что, ну да, вроде как мы слишком много тратим на хостинг, давайте как-то уменьшим количество ресурсов, потребляемых на выполнение того или иного экшена. Ну, и можно такой вот псевдокод предложить, который создает табличку, в которой, в общем-то, есть все. В ней есть контроллер, action, htb-метод, который может влиять на требования к производительности. Sumduration в данном случае говорит о том, сколько ресурсов было потрачено на выполнение того или иного экшена. Это хорошая аппроксимация, просто суммировать все время, которое CPU выполнял этот конкретный реквест. Столько ресурсов было потрачено. Average duration, если мы оптимизируем просто медленные запросы, пользователь чувствует, что он медленный. И, собственно, количество запросов. Оно может просто немножко помочь к первым двум метрингам сказать, что, ну, например, да, какой-то запрос выполняется, допустим, не часто, но он медленный. Может быть, мы можем его оптимизировать, но на чуть-чуть. Это, скорее всего, неэффективно, потому что запросов мало, каждый будет оптимизирован на, допустим, 100 миллисекунд, на 10 миллисекунд, каунт запросов 10, соответственно, всего лишь 100 миллисекунд, но как-то маловато. Но если, например, запрос быстрый, но у него очень много структ-пут, соответственно, оптимизируя каждый на 10 миллисекунд, можно поднять, уменьшить общее количество использованных ресурсов там на прилично. Вот. Тулы, да? Тулы, которые помогают все это делать. Можно начать с простого access-лога, production-лог, но есть более специфические тулы, которые позволяют это делать. Вот. Кибана, ну, мы этим в данном разрезе не пользуемся, но вроде там можно это делать. В основном мы пользовались нью-реликом. Вот, для того, чтобы понять просто, какие контроллеры съедают больше всего ресурсов, какие average response time актуальные и так далее, и так далее. И там можно построить вот табличку, которую я показывал, точнее, ну, похожую табличку из предыдущей, которая строится с предыдущим SQL-запросом. Ну, и либо какой-то ваш вариант, потому что, ну, действительно, мне интересно услышать, есть ли какие-то другие тулы, которые позволяют это все эффективно проанализировать. Поэтому, если мы уже определились, что мы собираемся оптимизировать, тогда нужно понять, как, да, определить метрику оптимизации, либо мы оптимизируем просто average response time, либо мы оптимизируем по ресурсам, нужно померить данную метрику и дальше, как бы, рассмотреть тот конкретный action, который мы хотим оптимизировать, разбить его на части и понять, какие части медленные, какие быстрые. Вот. Это можно сделать либо через production log, либо через new relic. Вот. Через production log просто берем типичный реквест и смотрим, как распределяется там использование ресурсов в типичном реквесте. Вот. И дальше выбрать какую-то стратегию для оптимизации. Ну и дальше я буду говорить в основном о стратегиях, которые есть. Оптимизационные методы, да, что можно сделать с медленным куском. Вот. Первая такая вещь, которая часто приходит в голову, это убрать active record. Это выглядит очень интересно на первый взгляд, потому что кажется, что все проблемы там приходят от active record. Он действительно медленный, ну, судя по тому бенчмарку, который я сделал. Вот. И действительно кажется, что без него будет быстрее. Но это не так уж эффективно, если схема данных эффективна. То есть тогда количество запросов-то станет медленнее, количество объектов, поднимаемое в память, станет медленнее. Соответственно, будет ли вам нужно столько active record base объектов, как вам было нужным в начале, если ваша схема данных эффективна. И чем больше вы делаете датабей запросов, тем больше у вас работы. Соответственно, вы не просто меняете active record вообще, а вот каждый конкретный запрос, вы пытаетесь его устранить, меняя его на более низкоуровневый, это, в принципе, может быть очень кропотливой работой. Да, если на среднее число запросов на один контроллер request будет там, например, 30, соответственно, вам надо 30 запросов переписать на каком-то низкоуровневом API. И опять же, у вас нет никакого средства повторного использования кода. То есть, весь этот код будет абсолютно кастомным, оптимизированным, специально написанным для этого контроллера action'а и непригодным в других местах. И кэшинг может быть более эффективным, чем опускание active record'а. Я покажу правила примеров, когда это все-таки более эффективно. Все наши, скажем так, примеры, когда мы избегаем актив рекорд'а, связаны все-таки больше с микрооптимизацией. Простой пример. Как правило, у кампейн есть таги, и из тегов, как правило, в большинстве случаев мы используем только name в интерфейсе. Соответственно, окей, мы вытягиваем name через метод plug, который делает прямой запрос, избегая active record' вроде все просто. Другой пример, точно так же избегается актив рекорд'а инстансирования некоторых рекорд'а, сделая прямые запросы через plug. Ну, не вижу, чтобы в этом было что-то гениальное. На самом деле все это микрооптимизация. И все наши попытки уйти от актив рекорд'а, они сводятся больше к микрооптимизации. Как правильно говорил первый докладчик, что вроде от актив рекорда уйти очень тяжело. Даже если вы переносите какое-то количество работы, например, валидацию на что-то другое, то актив рекорд все равно выполняет самую тяжелую работу. Ну, провокационный слайд. Мне очень нравится актив рекорд. И я, если честно, не понимаю, почему кому-то он может не нравиться. Я вот думал, а почему некоторые люди вдруг понимают, что он им не нравится, почему так случается. И нашел такие три причины. Они не оптимизируют, скорее всего, свою схему. Таким образом, им нужно много создавать актив рекорд бейс объектов, как-то их между собой перетусовывать на руби. Это может быть неэффективно ни по памяти, ни по производительности. И, да, действительно, актив рекорд для этого не подойдет. Действительно, будет проще на каком-то другом ORM или даже другом языке. Но если схема данных эффективна, это все уже не так важно. Второй момент. Актив рекорд делает самую тяжелую работу. Даже если вы выносите из актив рекорда валидацию, создаете репозитории и какие-то другие сервисы, актив рекорд все равно делает очень тяжелую работу. Он создает ассоциации, он создает валидации, ну, если вы их оттуда не убрали. Он строит релэйшены, причем строит он их очень сложными методами. Он позволяет рьюзать код, рьюзать именно SQL-фрагменты в разных запросах, причем довольно такими методами, что вы любой фактический скоп можете повторно использовать в любом месте. Поэтому все равно актив рекорд, чтобы вы из него не выносили, он делает очень тяжелую работу. И второй момент, что у актив рекорда очень много фич. И даже если вы не используете эти фичи, вам приходится за них немножечко платить. И это нужно понимать в самом начале, что да, вы берете большой фичерсет, это не SQL или какой-то другой lightweight ORM и не датамаппер, вы берете очень большой фичерсет, он сразу вам доступен, если что, вы можете всегда им воспользоваться, но вы должны понимать, что чем больше фич, тем меньше перформанс. Как я уже говорил, все наши примеры оптимизации ActiveRecord сводятся к микро оптимизации, к оптимизации каких-то отдельных очень маленьких фрагментов. Гораздо эффективнее пользуются другими методами, которые убирают либо ActionView и либо ActionController из стека, либо что-то в них упрощают. Вот один из самых эффективных методов, который мы используем, он доступен абсолютно во всех фреймворках, называется ConditionalGet. Кто-нибудь слышал про ConditionalGet? Да? Хорошо. Но я все равно расскажу, как это примерно работает. Значит, у меня есть запрос на какой-то Endpoint, Endpoint не возвращает response, возможно, JSON, возможно, нет, и возвращает также header, который называется tag, внутри которого каким-то образом закодировано некоторый timestamp о том, когда последний раз данные были изменены, и фактически клиент сохраняет этот response у себя на стороне и также говорит, что окей, у меня версия моего реквеста вот та, которая указана в timestamp. Потом, когда клиент делает второй запрос на тот же ресурс, он также высылает в header с другим уже названием почему-то этот timestamp. И сервер может ответить в данном случае не респонсом полным, а может сказать, что 304 not modifier то есть он может сказать клиенту, что тот респонс, который был в начале, он все еще актуален, вы можете использовать именно его. Дело в том, что в Rails использование conditional get в базовом уровне встроено. Например, если когда Rails генерил полностью респонс body клиенту, он проверяет, что этот респонс body такой же, как и был раньше, наверное, по какой-то контрольной сумме, и все равно возвращает 304, даже если вы об этом не думаете. Но в данном случае вы сохраняете только трафик, который был бы использован на передачу полного респонса клиенту. Он предлагает клиенту использовать старый респонс. Но только на основе сгенерированного респонса он понимает, что вроде респонс такой же, как в прошлый раз, поэтому я вернул 304 клиенту. Естественно, что если данные обновились, то будет из сервера возвращен новый тег и новый респонс. Если обновление данных было в промежутке. как это все в Rails может работать, есть built-in тулы conditional get, предлагается вот такой нехитрый способ, когда есть некоторый продукт, он берется по очень хорошие примеры в Rails guide на эту тему, можете посмотреть. Таким образом, сколько бы ни было дополнительных запросов внутри продукта, мы вначале только проверяем, что если его timestamp не изменился, то мы просто говорим клиенту, что используй тот старый респонс, который был до изменения во время предыдущего запроса. Conditional get очень крут тогда, когда в первую очередь, одна страница просматривается много раз одним и тем же браузером. Естественно, что поскольку кэш хранится на клиенте, соответственно, если клиент запрашивает одну и ту же страницу много раз, conditional get вступает в силу. Он подходит больше для lightweight actions, потому что если action не lightweight, то если он возвращает много данных, то потенциальная вероятность того, что они изменятся очень высока. Например, что-то может все равно измениться. Чем больше данных, а поскольку response кэшируется полностью, а не фрагментарно, соответственно, изменилась какая-то маленькая штучка, полностью весь response экспарится. И лучше для action, которые возвращает JSON. Почему, я там скажу позже гораздо более конкретно. Следующий метод rewriting with rack. Очевидно, что rack это самая быстрая технология, которая compatible with Rails, которая на Ruby, и которая может возвращать HTTP response, и ничего быстрее нет. И, как мне кажется, очень хороший вариант, если у вас action уже достаточно оптимизирован, меньше полсекунды, если этот action под высокой нагрузкой, конечно, писать на rack это довольно больно по сравнению с Rails. Но, с другой стороны, может быть, оно того стоит. И, мне кажется, что переписывать на rack лучше, чем переписывать на senatra, потому, что senatra, да, она может работать side-by-side с Rails, но ее нужно добавлять в stack, если ее нет. И performance, как я показывал вначале, все равно не такой большой, как у rack. А писать все равно больно. Ну, так говорят, я сам не пробовал. покажу пример, который совмещает предыдущий способ conditional get вместе с rack. В данном случае мы создаем некоторый кэш, точнее, создаем e-tag, кладя данные в Redis и обрабатывая этот тег в rack middleware. В этом контроллере создаются данные, которые кладутся в Redis и на клиент возвращается закодированным образом ключ, который будет говорить о том, какие данные есть у данного клиента. Просто мы их будем сохранить не на стороне клиента, а на нашей стороне в Redis. В кэш мы записываем всего лишь ID-шник из ActiveRecord объекта данного контроллера и просто текущее время, когда кэш этот был создан, то есть когда этот клиент получил эту версию этой страницы и когда он ее сохранил. Потом, когда клиент просит эту страницу второй раз в Redis middleware, чтобы избежать всех дополнительных наслоений RLs и прочего, мы сразу проверяем, актуально ли кэш, актуален ли тот респонс, который мы дали клиенту в контроллере. и актуален он только в том случае, для того, чтобы проверить актуальность, мы вытягиваем заново данные из не видно почему-то, да? Вытягиваем данные из Redis, либо того, что стоит за Rails кэш, и говорим, что окей, тогда у нас внутри есть некоторые timestamp и сайт ID, и эти данные, точнее, из данных кэша мы берем, по Offer ID мы вытягиваем некоторых сайт ID, и говорим, что окей, кэш клиента актуален, если не было никаких изменений в таблице setting change за время, пока существовал кэш. Вот. Lookup период это собственно от того времени, когда создан кэш, до сейчас, к сожалению, забыл инстанцировать эту переменную, но это просто range от даты создания кэша, который хранился как ключ кэш тет, до сейчас. Если бы изменений в этой таблице не было, и плюс ну да, извините, изменений в этой таблице не было, если timestamp не находится внутри периода от даты создания кэша до сейчас. Следующий метод оптимизации банальный кэш, я так его назвал, тот самый старый добрый кэш типа Rails кэш фэтч. Обычно его внедрение состоит из следующих шагов. Нужно найти точно подходящий фрагмент кода, подходящий распишу позже, что является подходящим фрагментом для кэша. Дальше померить кэш хит, тоже скажу, что такое кэш хит, кто не знает. Желательно воспользоваться техникой, которая называется expiration by key, тоже конкретно скажу позже. И желательно всегда экспарить такой кэш по тайм аунту и желательно экспарить его во время деплоя, потому что неизвестно насколько изменился код, и возможно что кэш нужно будет выдавать уже другой, поэтому желательно его экспарить. Что такое кэш хит? Чтобы это понять, нужно ответить на следующие вопросы. Сколько кэш энтрис будет сделано, если мы введем какой-то фрагментарный кэш какого-то блока кода? Сколько будет среднее время, точнее, какая будет средняя величина этого кэша? То есть мы не можем положить в редис большой фрагмент, потому что это может быть слишком много, поэтому если например первая метрика говорит о том, что мы создадим много кэш энтрис с большим размером, то скорее всего памяти может не хватить. Например, создать мало кэш энтрис с маленьким размером тоже подойдет, либо наоборот маленькое количество кэш энтрис с большим размером тоже подойдет, но большое количество кэш энтрис с большим размером одно умножаем на другое и получаем количество использованной памяти. Сколько раз каждый кэш будет использован? То есть в зависимости от того, сколько кэшей будет создано, и насколько часто один и тот же контент будет просмотрен разными пользователями, можно будет посчитать, сколько раз кэш будет использован. Дальше я покажу примеры. И какой процент реквеста будет вообще использовать кэш. Возможно, кэш будет там частично условным, либо он будет expires слишком часто. Соответственно, будет большое количество реквестов, которые не будут брать данные из кэша, а будут генерить их. Ну и я уже говорил, how much memory would it take? Это комбинация первых двух пунктов, количество созданных кэш-энтрис и средняя величина каждого. Cache hit example. Вот такой вот простой код, который кэширует количество офферов данной компании. Мы здесь пошли по такому пути, что данные кэшируются в Redis, а не в базе. Но это есть свои причины. Но интересная фишка в том, что мы используем кэш только в случае, если данный объект campaign active возвращает false. То есть здесь есть комментарий о том, что да, мы можем кэшировать количество офферов только для неактивной компании, поскольку для неактивной компании он не может меняться. Это наше бизнес-правило. Мы знаем, что новые офферс не могут создаваться в неактивной компании. Соответственно, для них мы можем кэшировать. В данном случае, что такое кэш-хит? Мы, во-первых, кэшируем только неактивные компании. Соответственно, как минимум, кэш-хит относится только к тем компаниям, которые неактивны. Нужно понять, какой процент данных компаний есть или какой процент данных компаний просматривается. Но в нашем случае больше 90% компаний неактивны, потому что это некоторая история. И, соответственно, до этого блока кода доходят примерно 90% реквестов. Дальше важно понять, какое количество пользователей просматривает одну и ту же компанию. Например, если каждая компания просматривается, данные по ней просматриваются, например, раз в месяц, и только одним пользователям, соответственно, какой смысл кэшировать? Если этот кэш будет экспариться раз в месяц, они будут раз в месяц просматриваться, в чем смысл? В нашем случае нет. В нашем случае пользователей много, а компаний мало. Получается, что одна и та же компания просматривается много раз, значит, кэш-хит будет примерно столько-то. И подрегулировать время кэша также актуально. Чем длиннее он будет, тем больше вероятность того, что будет кэш-хит. Один месяц для кэша – это, наверное, предельное время. Обычно кэши живут не так долго. Мы здесь взяли предельное время, потому что компаний мало, пользователей много, кэш никогда не меняется для неактивных компаний, соответственно, можно кэшировать надолго. Но, конечно, кэш-хит лучше всего замерить по факту выхода в продакшн, то есть замерить количество реквестов, которые по факту попадают в кэш и не попадают в кэш. Можно теоретически прикидывать, но не всегда, скажем так, эта теоретическая прикидка хороша, когда вы выбираете, как кэшировать. Но потом все равно желательно проверить конкретно, сколько попадет людей в кэш, а сколько будут вынуждены ждать. Expiration by key – это такая техника, я не знаю, почему она была, я о ней первый раз услышал не так давно, но мне кажется, это очень гениальная вещь. До нее кэширование выглядело примерно вот так. Значит, есть ActiveRecord объект, у нас есть response, он кладется в базу, точнее, он кладется в Rails кэш, и каждый раз, когда что-то в этом продукте, в этом ActiveRecord объекте меняется, мы предполагаем, что этот кэш нужно обнулить. Это очень страшный подход, который не использует Expiration by key. Чем он страшен? Тем, что нужно будет удалять кэш во всех тех местах, где продукт меняется. И, соответственно, всем тем людям, которые будут писать свой код в других контроллерах на обновление продукта, им нужно знать о том, что есть там такой вот кэш, и его нужно почистить. Это довольно страшная была тема, было в Rails, по-моему, 2.3, точнее 2,3 в мажорных версиях 2.3, там была такая вещь, называлась Cache Sweepers, которая должна была как-то сегрегировать все те места, в которых кэш экспирится, это было довольно сложно. Сейчас пользуется более простой техникой. Почему-то для меня ее открыл DHH, хотя мне казалось, что все языки программирования и все комьюнити должны знать о ней. Можно сказать, что внутри кэш-ключа входят также и таймстемпы, которые автоматически, скажем так, меняют название ключа, если объект поменялся. В данном случае создается такой вот массив кэш-ки, при том, что в него входят как строки, так и ActiveRecord объекты. И когда RailsCache передается ActiveRecord объект, он записывает в кэш-ки, ну, записывает как ключ, который реально кладется в кэш, он записывает не только ID-шник этого объекта, но и его updated that field. То есть, таким образом, каждый раз, когда либо campaign, либо self, либо аккаунт будут обновлены, у них обновится updated add, и сам ключ поменяется. Старый кэш, я не знаю… Да, я же говорю, что когда мы передаем ActiveRecord-base объект внутрь метода fetch, ну, в данном случае массив, для каждого из этих объектов берется как его ID-шник, так и его updated that. Это можно сделать явно через просто вызов, передачу соответствующих аргументов. Но Rails предлагает немножко магии, которая позволяет сказать, да, на основе этого объекта, пожалуйста, кэшируй. По-моему, у каждого ActiveRecord-base объекта есть метод кэш-ки, который как раз и возвращает тип объекта, если, например, там STI, да, тип объекта тоже может быть важен, тип объекта, его ID-шник и его timestamp updated that. Вы можете вручную сконструировать этот метод, либо даже редефинить его, да, редефинить прямо в Rails, если вы считаете, что нужно кэшировать на основе такого ключа. Да, действительно, тут немного магии, вот. Но это позитивная магия, которая, к тому же, еще быстро работает, в отличие от многое другой, вот. Ну, тут тоже актуально понятие кэш-хит, поскольку, видите, мы здесь еще добавляем такое понимание template changed, template – это атрибут данного объекта, да, и если template changed, то необходимо форсировать запись в кэш, вот. И эксперимем его там в течение трех дней, вот. Поэтому кэш-хит будет, ну, актуален только для тех реквестов, да, которые не меняют template, то есть для read-реквестов, вот. которые тоже, наверное, замерить, что, ну, ну, как правило, read-ов больше, чем write-ов, там, 95 к 5, но все-таки. А вдруг у кого-то по-другому. Вот. И у людей чаще есть хорошая статья на эту тему key-based expiration. Ну, ссылка есть снизу. Я думаю, что можно будет найти или просто загуглить. Вот. Есть еще такая практика по поводу expiration ключей. Желательно всегда экспирить кэш по времени. Даже если он вроде как бы вечный, но просто вы можете прийти к тому, что вы не совсем сконтролировали память и вечность оказалась немного длиннее, чем вам казалось, да. Вам казалось, что вечность – это где-то год, а оказалось, что это 5 лет, и потом вы вдруг увидели, что там есть какие-то ключи, какие-то очень старые, которые давно никому не нужны, поэтому лучше всегда подчищать по времени тоже, вот. Ну, просто есть дефолтная настройка для кэш-стор в Redis, которая говорит, что, окей, все кэши по умолчанию экспирятся через один день, вот. Другая вещь, которой мы также пришли – каким образом экспирить кэш во время деплоя. С одной стороны, можно вызвать так называемый rails-cash.flash, вот. rails-cash.flash просто обнулить кэш после деплоя. Очень классно, да, вроде бы. Но там есть такая особенность, что у Redis почему-то метод это не то же самое, что drop.database.create.database. Как выяснилось, что Redis.flash идет по каждому ключу и вручную его удаляет. Естественно, что это очень медленно. И поэтому мы пришли к такой схеме, поскольку все наши кэши экспирятся по времени, мы сказали, что, окей, мы добавляем namespace в каждый кэш-ключ, который будет содержать в себе ID-шник деплоя. Поэтому каждый раз, когда происходит новый деплой, у всех ключей будет новый namespace, этот старый namespace рано или поздно заэкспирится по времени, а новый namespace будет работать. Вот. Хотя, конечно, просто вызывать rails-cash.flash было бы эффективнее, но вот такая вот затарка с Redis, если вы будете использовать другой backend для хранения ключей и значений, то можно это сделать без вот этого. Deployer ID, да. Да. Да, синоним синоним, да. Да, да. Ну, то есть там все упирается в backend, и как сам backend флэшит кэш? Если backend классный на флэшит, то, ну, вам повезло. Нам пришлось вот с Redis, ну, Redis вроде классная же, да, классная, но, блин. Почему-то на базе там в размерах 2 гигабайта флэш выполняется очень долго. Вот. Rails-магия для работы с кэшом. Очень интересная тема. Скажем так, Rails core team member уделяет ей очень много времени. Выглядит она очень круто. Значит, у нас есть такое вот в шаблонизаторах, например, магии очень много, это один только пример. У нас в шаблонизаторе есть метод кэш, в котором мы передаем целый массив объектов. На основе этого массива объектов Rails автоматически составляет ключ, равный, скажем, ну, в котором используется там, условно говоря, длина этого массива, его максимальный одишник и максимальный updatedAt. Таким образом, ну, из этих трех параметров любые изменения внутри этого массива будут считаться, как это правильно сказать, будут покрыты, да, и удаление объектов из этого массива, и добавление объектов в этот массив, и изменения вот из этих вот трех моментов, значит. И мы, окей, говорим, что, окей, этот фрагмент кэшируется, когда для каждого, ну, пока массив projects ни один объект из этого массива не будет удален, добавлен либо обновлен. Вот. Вроде все это очень классно, но прикол в том, что внутри, например, partial, а может использоваться также объект currentUser, да, который мы не предполагали, что при обновлении, условно говоря, currentUser или там его какой-то ассоциации currentUser.bookmarks нужно будет экспарить кэш. Потому что, соответственно, в этот кэш-ключ нужно добавить также currentUser.updated.ed либо currentUser.bookmarks.updated.ed либо что-то в этом роде. Вот. Поэтому используйте, ну, мы этим не пользуемся и вам не советуем. Вот. Ну, и кроме того, вся эта магия все равно медленная. То есть даже если вы уходите в какую-то серьезную оптимизацию, от нее все равно придется уйти. Вот. Поэтому есть такое некоторое, ну, некоторое видение общее, какие реквесты, какие экшены в контроллерах лучше всего подходят под оптимизацию. Лучше всего, если они будут легковесными, тогда данные будут реже обновляться, да, и будет понятно, какие данные обновляются, что учитывать в кэш-ключе либо в параметрах expiration для conditional get или чего-то подобного. Лучше оптимизировать get-методы, а не post-методы, потому что во время post-методов данные все равно меняются. Вот. И очень желательно, чтобы те данные, которые используются в response данного реквеста были определены явно. Вот. Как в предыдущем примере с такой вот магией, мы никогда не знаем, какие данные будут использованы внутри partial project. Более того, мы можем напрямую делать какие-то запросы к базе прямо из этого partial. Соответственно, нет никакого общего понимания, блин, а какие же все данные, которые использует данный реквест, который нужно будет учитывать при создании кэша. Вот. Поэтому вариант с явным указанием данных крайне важен. Это, наверное, самое важное, что должно быть для того, чтобы реквест стал легко оптимизируемым. Пока вы не поймете, какие данные он использует и как контролировать эти данные, то есть должно быть явно указано. Окей, теперь этот реквест также использует данные из вот этого объекта. Окей, нужно в явном виде где-то указать в каком-то месте. Вот. У вас будут такие вот проблемы. И с ActionView это сделать очень тяжело, потому что в ActionView нет никакого механизма, который позволяет вам явно указать, какие данные будут использованы. Да, вы можете построить какую-то конвенцию, например, что в каждой view можно использовать только instance-переменные, определенные в контроллере, и эти переменные все должны быть JSON-like structure, то есть должны быть некоторые вложенные массивы и хэши. Ну, крутая конвенция, но писать так будет тяжеловато все-таки и попросить каждого программиста явно добавлять новые данные, которые будут использоваться в шаблоне внутри этой структуры, это будет довольно тяжело. Поэтому есть такое вот общее понимание, какая страница, как она должна выглядеть, чтобы быть оптимизируемым. И к этому паттерну, как мне кажется, подходят почти все вот такие матерые оптимизаторы. Вот. На этой странице как она обычно выглядит? Она вначале загружается пустой без данных, только с некоторым маркапом, а дальше в каждый элемент на экране загружаются данные JSON. В чем плюс, что такая страница будет создавать много легковесных JSON-запросов, каждый из которых загрузит данные для своей секции, каждый из которых будет просто закэшировать, потому что данных немного, и самое важное, они явно указаны. Вот. И вот эта явность достигается лучше всего JSON-ом. Ну, можно, конечно, каким-то другим способом. Я помню, когда-то был популярный такой шаблонизатор, Master назывался, там тоже все более-менее явно указывается. Ну, похоже, уже не актуально. Поэтому JSON лучше. Вот. Да, оптимизация любит client-side-рендеринг. То есть, когда вы уже используете client-side-рендеринг, то оптимизировать становится намного проще. Ну, даже без вот этого очевидного бенефита с тем, что сервер-ресурсы будут сохранены до очевидного. Также в этом есть и параллел-лод. Если вы загружаете данные для каждой секции отдельным JSON-запросом, то, собственно, и запросы распараллеливаются сами по себе, даже без помощи Ruby. И второй момент – явное использование данных. Без него, в общем-то, в кэшах никуда. Очень важный момент, когда вы приступаете к оптимизации и планируете какую-то стратегию, важно понять, насколько структура кода поменяется, если будет применена та или иная стратегия. Вот. Ну, тут условно все разделено на trivial, significant, radical. Значит, сейчас я дальше на примерах покажу более конкретно. Но, в общем-то, любые тривиальные изменения, если внедрение кэша требует только тривиальных изменений в структуре кода, лучше всегда об этом думать в первую очередь. Значительные изменения структуры кода имеют смысл, когда вы можете добиться huge performance boost, то есть вы можете действительно значительно улучшить производительность. Сюда относится пример с переписыванием на RAC. Да, вроде структура кода поменяется довольно серьезно. Вам даже, возможно, придется писать комментарий о том, что данные создаются в одном месте, а используются в RAC middleware, которой связь не очевидна. Соответственно, структура будет значительно изменена. Но там есть huge performance boost. Вот. И оно того может стоить. Может быть радикальные изменения в структуре кода для оптимизации. Но я чаще встречаюсь с ситуациями, когда в данном случае, если что-то нужно радикально в структуре кода поменять, это как правило связано с тем, что нужно перепродумать бизнес-процесс, который происходит. Вот. То есть как-то иначе осмыслить логику, которая происходит. Переписать ее, можно сказать, чисто на уровне бизнеса. Вот. И даже сказать бизнесу, как этот процесс должен происходить правильнее. Такой простой пример. Trivial code structure change. У нас тут был такой кэш, который мы внедрили для одного тяжелого метода. Вот. В данном случае сам кэш, ну, код кэша занимает довольно много. Там в методе rendering cache внутри может быть много подметодов. И их длина, скажем так, не ограничена. Да. Но при вызове этого метода все, что меняется, добавляется обертка в функцию с блоком вместо привычного flow, который был. Почему это тривиальное изменение структуры кода, несмотря на то, что кода добавляется много. Скажем так, до и после человек, который трейсит этот код, ему все равно будет просто понять, что происходит. Да, вы просто подключаетесь в один конкретный элемент, да, и если человек, например, проигнорирует метод rendering cache, ему станет так же понятно, как и раньше. Да, добавилась новая сложность rendering cache, но структура кода не поменялась. Она может быть сколько угодно сложной, но, тем не менее, даже поддерживать этот код будет проще, потому что cache сконцентрирован в одном месте. И весь код, который к нему относится, тоже сконцентрирован в одном месте. Ну и немножко поговорим о результатах хорошей оптимизации. Да, уже сейчас быстренько. Но наше приложение 35000 RPM. Костойность инфраструктуры 16000 в месяц. В принципе, довольно по-божески. Ну, это мало, наверное, кому о чем говорить. Давайте, скажем так, более конкретно поговорим о таких технических цифрах. Значит, мы используем C4 2X Large Instance. На нем 8 процессоров. ЭКУ, если вы работаете с Амазоном, возможно, вы знаете, что это такое. Я работаю с Амазоном и не знаю, что это такое. Значит, 15 гигабайт оперативки. Данный сервер обрабатывает для нас 120 запросов в секунду. Вот. Это получается 15 запросов в секунду на один CPU. Вот. В принципе, неплохо. Ну и так, общая стратегия, напомню. Да, вначале мы пытаемся оптимизировать все в общем, как правило, пытаясь найти оптимальную схему данных для нашего проекта. И добавляя кэш-колонки, которые могут повлиять сразу на много экшенов в приложении. Вот. Потом мы понимаем, нужна ли специфичная оптимизация. Нужно понять, что функциональность стабильна. Она не будет слишком быстро меняться. И мы замеряем перформанс. Вот. Ну и получаем согласие бизнеса. Потому что, ну если бизнес на этом ничего не зарабатывает, вряд ли он согласится на оптимизацию. Вот. И дальше ищем конкретную стратегию для конкретного случая. Вот. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...